Первая пионерская 92. Новый пункт отбора на военную службу по контракту работает практически круглосуточно. Основные все специалисты, 100% которые здесь находятся, с 7 часов утра до 22 вечера без выходных. Поэтому каждый, кто изъявляет желание поступить на военную службу по контракту, всех ждем. Губернатору Александру Авдееву показывают, как организована работа сначала у добровольцев, выясняют военно-учетную специальность. Оно требуется по трем направлениям, то есть это медицинская, специальность, направленность, технический и связь. В каждом кабинете отдельная служба, здесь добровольцев ждут соцработники. Мы сразу же составляем список, кто отправляется, ну с тем, чтобы потом уже была возможность сразу и выплаты осуществить. В соседнем кабинете медики они дают заключение о состоянии здоровья контрактников. В течение дня обследования по узким специалистам, забор крови и максимальное укорочение с точки зрения получения лабораторного обследования. Кирилл Кондратьев участковый, уполномоченный. Он первым оценил возможности нового пункта. Удобство оформления, это все понятно или что-то не хватает? Да, все понятно, все объясняют. У Кирилла боевой настрой, армейская жизнь для него не в новинку. К выполнению боевых задач готов. Морально, ну и физически, да. Как бы срочку служил, знаю, что и как. В пункте 10 кабинетов, все они после ремонта, в каждом кондиционер, деньги на благоустройство и на средства связи выделили из бюджета региона. Здесь больше возможностей для того, чтобы в режиме одного окна выполнить все необходимые процедуры. Это и медицина, это и справки, справки по линии социальной защиты, по линии Сбербанка, судебных приставов, по военно-учетной специальности и так далее. Здесь есть комната ожидания, здесь ремонт нормально сделан. Тех, кто уже заключил контракт, сегодня провожали у ДК «Молодежи» 25 мужчин из разных районов области. Министр региональной безопасности Сергей Полозин проводит инструктаж и успокаивает родных. Обучать добровольцев будут военнослужащие, прошедшие СВО. Система сейчас воинского комплектования направлена на то, что неподготовленных бойцов в зоне СВО быть не должно. Их там и нет. Галина Леонтьева работает в доме престарелых. Его сотрудники регулярно отправляют помощь бойцам сегодня на Донбасс. Провожает сына Николая. Он в морфлоте служил, но кем сейчас будет, не могу сказать. Всегда был вперед, шел всегда везде, помогал всем. Сын у меня хороший. Николай говорит, быть участником специальной военной операции – это его долг, как гражданина России. Сам пошел. Сам служил матросом. А сейчас вот пехоту забирают или куда-то, не знаю, в артиллерию, не знаю. Куда заберут, туда заберут. Я везде согласен служить за Российскую Федерацию. Отец Владимир пожелал добровольцам крепкого боевого духа и помогать друг другу во всем. Помните, что вы стоите за правое дело. И Божья помощь будет с вами. Мы за вас будем молиться. Родные за вас молятся, ждут вас дома живыми и здоровыми. Защитников Отечества. Отец Владимир окропил святой водой. Это многовековая традиция. Во всех храмах области совершаются молебны о воидах, идущих на брань. Полчаса на общение с родными. Впереди долгий путь и особая миссия в зоне специальной военной операции. Ирина Начарова и Дмитрий Шаталов.